Нарвская и Причудская епархия и газета «Нарва» подвели итоги и отметили победителей и участников пасхального конкурса рисунков «Пасхальная радость». Мероприятие поддержали Нарвский Александровский Лютеранский собор и Нарвское городское собрание. Чествование участников конкурса прошло в Нарвском замке. С пасхальным приветствием Христос Воскресе к собравшимся обратились руководитель социального отдела Нарвской и Причудской епархии Иеромонах Платон, настоятель Александровского собора Виллу Юрье и председатель городского собрания Александр Ефимов. Благодарю организаторов за то, что уже в этот раз организуют такой прекрасный конкурс, где так много участников. Еще редко встречаются такие мероприятия, где такое количество детей принимают участие. Я благодарю вас, дети, за то, что вы рисовали такие прекрасные работы. Любое искусство, любое творчество, оно облагораживает. И я уверен, что, рисуя, работая на такую тему, вы стали чище, добрее, мудрее. И подарили большую радость нам зреть такие прекрасные работы. Ну и поздравляю победителей. Все, кто стали победителями в этом году, всем желаю в будущем принимать также участие в этом конкурсе, стремиться к победе. Но организаторам, я прошу их, не прекращать вот эту славную традицию. Это уже традиция, это пятый конкурс. И проводить их ежегодно, и радовать нас и вас. Всего в конкурсе приняло участие более 300 детей. Каждый участник получил диплом за участие и сладкий приз, предоставленный сетью магазинов «Максима». А самые лучшие работы были награждены и ценными подарками, которые подготовил Нарвский Воскресенский собор. Победителями конкурса детского рисунка «Пасхальная радость» стали Мисник Мария, Пекарский Никита, Кравченко Мария, Сычева Таисия, Печаткин Лука, Черемисинов Андрей, Семенова Кристина, Черноморская Тая, Поляков Влад и Павлова Ксения. Поощрительные призы, предоставленные Александровской церквью, получили Омельченко Антон, Полищук Полина, Рандая Дарина, Полина Юрченко, Кожаева Полина и Берс Эльвира. Мне стало интересно, и я решила впервые раз попробовать поучаствовать в этом конкурсе. Мне понравилось, и если еще раз будет этот конкурс, я тоже буду участвовать. Было очень тяжело выбирать работы, потому что большинство работ, они индивидуальны, и видно, что в каждую работу вложен кусочек, частичка сердца. И это радует, потому что дети к этому отнеслись очень творчески. Руководитель социального отдела Нарвской и Причудской епархии Иеромонах Платон пожелал Божьей помощи всем, кто участвовал в этом проекте, и отметил, что такие мероприятия для детей нужно проводить чаще. Такие мероприятия очень важно проводить для детей, потому что они прививают детям не только традиции какие-то, но они наслаждают в сердцах детей веру в Бога. И посредством таких мероприятий, ведь ребенок не может, не зная исторического происхождения этого праздника, нарисовать что-то. И поэтому перед тем, как ребенок приступает к изображению каких-то своих мыслей, каких-то своих сердечных переживаний на бумаге, это уже говорит о том, что этот ребенок приобретает информацию, приобретает знания о православной традиции, вообще о христианской традиции. И таким образом он приобщается, конечно же, к Богу. И от этого сердце ребенка становится чище, светлее. Мы сегодня наблюдали горящие глаза детей, которые участвовали в этом конкурсе. Очень приятно то, что этот конкурс уже в пятый раз проводится, и количество участников продолжает расти с каждым разом. Торжественное награждение сопровождалось выступлениями хоров Нарвского воскресенского кафедрального собора и детского сводного хора Нарвской православной гуманитарной школы и воскресной школы собора под управлением Богдановой Надежды Андреевны. Субтитры создавал DimaTorzok